привет продолжаем наше видео насчет обратки то есть в этих видео мы разговариваем насчет обратной совместимости насчет игр которые идут по обратной совместимости с xbox 360 на консолях от microsoft xbox one на всей фамилии xbox one как вы знаете это xbox one 2013 года xbox one s и xbox one x это уже восьмое видео так что нам осталось совсем немного и мы с вами расправимся со всем этим фаршем слава богу потому что блин эти видео отнимают у меня столько сил и времени как не знаю что ну ладно сейчас не об этом так вот мы остановились на букве о по-моему да это была операция flashpoint то есть операция flashpoint и теперь мы дошли до вот такой замечательной игры которая как я посмотрю ни на каких официальных сайтах microsoft не обозначена тем что типа она идет по обратной совместимости на консолях xbox one так вот эта игра она также поддерживается но microsoft почему-то нигде не упоминает об этом окей речь идет о игре of orcs and men от французского разработчика и в принципе это очень очень прикольная игруха то есть в таком роде игр очень мало и я даже сказал на консолях xbox 360 да и на консолях xbox one таких игр вообще нет то есть она берет здесь не только сюжетом сюжет здесь тоже прикольный а своей геймплеем то есть своей механикой боя то есть здесь все идет в лил тайм что вы нажимаете то и нажимается как бы вам не нужно ничего это но просто знаете прежде чем сделать какой-то комбо ударов вам нужно сделать у вас такая ляиста есть я не знаю как по-русски это будет называться знаете такая полоса и вы туда вбиваете команды например удар рукой удар мечом удар там головой ногой и подлечиться потом эти ваши команды герои повторяют на экране и если вы что-то неправильно сделали неправильно что-то завели то это отражается на здоровье ваших персонажей из кстати о здоровье персонажей вы знаете на нормале я играл эту игруху проходил я ее полностью прошел конечно же и она мне показалось некоторых местах чересчур чересчур сложная даже не иногда в некоторых местах было не честно и знаете как говорится он фир так вот делает фан реально делает фан особенно вот этим вот играть стиксом если кто не знает речь идет вообще о двоих персонажах вы по моему можете даже в эту руку в коопе играть у вас есть большой такой танк знаете у него много здоровья и он всех одним ударом своим мечом убивает как бы и есть вот такой вот небольшой пацанчик по имени стикс он делает все стелсом если на него нападают враги в это в игре они присутствуют в виде солдатов каких-то там я не знаю темпликеров или как их называют они сразу его можно сказать ваншотят так что в ваших же интересах стиксом бегать и все делать аккуратно этим вы можете вообще идти и всех убивать обалденная игруха и к сожалению мы не увидели второй части но вот этот вот персонаж стикс очень полюбился народу и сделали в его честь игру отдельную как бы он получил как бы свой стол альбом знаете как у музыкантов это принято речь идет о sticks shards of darkness эта игруха выходила и на playstation 4 и на xbox one но сейчас речь не об xbox one игра правильно так вот еще раз хочу отметить офигенную боевую систему и обалденные места где все это происходит вы знаете здесь есть и деревни какие-то какие-то дождливые я не знаю серость такая есть обалденно красивые замки или как вот эти крепости знаете в конце обалденная драка против короля у него очень много страж вы должны всех их победить это реально тут нужно знать что вы делаете то есть боевая система ошибок не прощает я не знаю как на изи выглядит на изи я думаю можно проходить вообще без проблем но я почему так долго центрирую внимание на этой игрухе потому что она мне очень сильно понравилась она мне очень сильно запомнилась и ничего похожего повторюсь я не видел к сожалению классная тема классная классная классно вот вы посмотрите вот видите да вот у его братья там это первый уровень в лесу когда он там учится драться или чё потом sticks его находит они там в какие-то передряги в какие-то я не знаю в какие-то круговороты событий попадают и вот этот вот у него постоянно знаете он как бы как это гряца говорится за словом в карман не лезет а этот более такой тупенький ну как всегда знаете чем больше тем тупее это все спокойненько аккуратненько короче советую реально вам пройти или я не знаю по крайней мере не пройти а поиграть и ознакомиться с этой игрухой таких очень-очень игр мало что-то вот и все Продолжение следует... 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 Играет музыка. 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 Игруха это эксклюзив от Microsoft и принадлежащей им студию Rare. То есть от им принадлежащей студию Rare. Как вы знаете, Rare принадлежит уже Microsoft давно. Раньше они клепали обалденные игры. Как их перекупил Microsoft во времена еще Xbox 360. Фирма потерялась в своих, как бы сказать, я не знаю, в своих творениях. То есть они не понимали. Им говорят одну игру делать, они вроде ее делают, но что-то не то получается. Им говорят другую игру делать, у них опять что-то не то получается. Короче, и этим самым Microsoft загнала их в такие какие-то банкроты. И знаете, как говорят, в творческую грусть. И после этого мы ничего не видели нормального Rare Replay, мне всего хода говорить. Но нет, Rare Replay это совершенно другое. Это сборник игр для Xbox One. Так вот почему у меня крутится этот Rare Replay в голове? Потому что вот эта игра входит в одно из то число, то есть большое число игр, которые содержатся в Rare Replay. Это такой, повторюсь, сборник игр для Xbox One. И эта игра там же тоже есть. То есть этим самым, если вы каким-то образом купите или по геймпассу сможете поиграть в Rare Replay, блин, какое трудное слово, то вы сможете поиграть во множество Xbox 360 игр, во множество Nintendo 64 игр. Короче, там все они есть. Так вот, чтобы вам Rare Replay сейчас вот этот сборник не показывать, я решил вам показать полностью вот как оно выходило по нормальному Perfect Dark Zero. Чтобы не забыть, эта игруха поддерживает 4К апдейт для консолей Xbox One X. Выглядит, опять же, повторюсь, мое почтение, как я это всегда говорю. И, в принципе, игруха от первого лица, то есть эго-шутер, вы бегаете, стреляете, убиваете. Все, она какая-то агентка, я туда сильно не вникал. Я прошел игру, кстати, можно в кооперативе играть, но я прошел на одного игрока. Не сказать, что она мне понравилась, потому что, серьезно, я ничего не запомнил из этой игры. То есть, у игры нет никаких хайлайтов, то есть, никаких нет ярких моментов. Проходишь и как-то что-то такое ощущение, что ты чего-то, опять же, не понял или перепонял. Короче, ребята, Project... Project... Project Zero, хотел сказать, не, это... Как вы знаете, Project Zero это обалденная survival horror серия для PlayStation 2 была и для Xbox Original. Но, к сожалению, речь не об этом у нас сегодня. К сожалению, к большому сожалению, так как вы знаете, я являюсь обалденным просто, большим фанатом survival horror для PlayStation 2. Так вот, Perfect Dark Zero, вот видите, да, бегаете, стреляете, у вас есть джунгли, у вас есть какие-то непонятные шахидские страны, какие-то футуристические страны, какие-то нефутуристические страны. Короче, беготня, стрельба, повторюсь, не могу сказать, что оно мне как-то зашло. Прошел нормально, вот солидная такая, знаете, солидная такая троечка, или как принято, троечка с плюсом, но не более. Прошел на рейкон. Поехали. You blew your cover. You need to track down another Enforcer. Drop it on the menu! You shot me! She's reloading! I'm losing time in here. You're lying there! You need a nice man! Joe, don't go inside just yet. Scuff around the outside of the club and identify those Enforcers. Насколько знаю, у Perfect Dark, это первая часть, которая выходила на Nintendo 64, по-моему, она была реально, знаете, таким хитом. Ну вот, продолжение, как всегда повторюсь, у Rare не пошло, не пошло. Сейчас, как вы знаете, для Xbox One они выпустили Sea of Thieves. Вроде бы как-то пошло, но эта игра сервис, я считаю, они не сильно уместны, знаете, чтобы даже упоминать ее в наших видео. Но я прекрасно, опять же, знаю, что у игры полно фенов. Так вот. Следующая игруха. Это... Ё-моё! Я очень был рад, когда эта игра нашла свой путь по обратной совместимости на консоли Xbox One. Хочу здесь и сейчас, не преувеличивая сказать, что я играл во множество игр, сделанных по лицензиям. Как вы знаете, лицензия это, например, какие-нибудь фильмы дают лицензию разработчикам, и они клепают игры по лицензии. Так вот, сколько я бы не играл в игры по лицензии, ни одна не смогла меня порадовать так, как вот этот вот fucking King Kong, ребята. А, вы знаете, на скидку могу сказать еще одну игру, которая более-менее... Это James Bond Blood Diamond, по-моему, называется. Или что-то с даймондом связанное. Я не помню. Там еще на подкассетнике Daniel Craig. А, fuck, я не помню, как он называется, по-моему, Blood Diamond. По-моему. Вот эти две игры просто офигенно сделаны. Так вот, вернемся к King Kong. Блин, на Xbox 360, когда у меня была даже прошитая приставка, так получилось, что я не смог нигде найти, знаете, так называемый образ этой игры в интернете, чтобы ее себе записать. Потому что везде была, по-моему, русская версия какая-то, то ли не забагованная, а пиратская какая-то. Мне пришлось за большие деньги купить ее в оригинале. И, кстати, вот об этом самом оригинале идет речь. То есть, вот этот диск, он у меня один из самых первых для Xbox 360. Я его купил, и вы не поверите, я наслаждался каждой секундой этой игры. Она сделана просто обалденно на каком высоком уровне для тех времен, это на скидку 2006 год. То есть, вышли версии для PlayStation 2 и для Xbox 360. К сожалению, не знаю, Xbox Original была версия или нет, не уверен. Офиенфальк. То есть, во всяком случае, для Xbox 360 могу отметить обалденную на тот момент графику. Обалденную игру света и тени. Обалденные какие-то визуальные эффекты. Такие как дождь, такие как дым. Кстати, насчет дыма, вы можете всю траву, которую вы видите в игре, вы можете ее поджечь и она будет гореть. Обалденные персонажи. То есть, я имею ввиду не сами люди, а вот эти твари, летающие твари, ползающие твари. Реально, как вы попадаете, как вы попадаете на этот остров. То есть, под штормом, большой дикий ветер. Вы со своими напарниками в лодке, вас чуть ли не переворачивает, вас прибивает к этому, как сказать, к берегу. Вы оттуда выходите, там раз более-менее погода начинает осваиваться, нормальная погода стала. Вы идете по пещерам по каким-то, встречаете каких-то гусениц здоровых, еще чего-то. Как это все обалденно атмосферно выглядит. И, конечно же, в конце или даже в середине игры вам дают управлять Кинг-Конгом. Это, конечно, хайлайт этой игры, потому что, ну, камон, люди, кто бы не хотел управлять Кинг-Конгом вот в такой вот версии, я имею ввиду. Может быть, там были какие-то Кинг-Конг-игры, знаете, типа Марио там какого-нибудь, но вот такого еще не видел. Короче, эта игра на первом месте у меня стоит по играм, сделанные по лицензиям тех или иных фильмов. Классная, классная тема. И, кстати, чтобы, знаете, как говорится, для Gamescore-хантеров, то есть для людей, кто любит Gamescore собирать, как я, например, ачивки, я не сильно, знаете, их собираю. Но когда я прохожу игру, я пытаюсь с первого раза собрать как можно больше этих самых ачивок. Так вот, здесь вам не придется вообще надрываться никак. Вам просто стоит сесть и пройти игру от начала и до конца. Когда пойдут титры, вам дадут полностью 1000 Gamescore. То есть тут за каждый пройденный уровень дают по 200 Gamescore. А их здесь, ну, маловато, конечно. Игра проходится где-то часов за 5, если вы ничего не знаете. То есть к концу игры у вас полностью пройденная игра на 100%. 1000 Gamescore. Я считаю, это прикольно и привлекательно для Gamescore-хантеров. Да, ребята, и вот эти скрины, они нифига не преувеличенные. То есть эта игра вот так и выглядит. Выглядит обалденно. Чего стоят вот эти драки против динозавров, против тирексов? Как вы им ломаете челюсти... 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 Множественное число. Челюсти, да. Челюсти. Как это все круто выглядит. Короче, блин, хватит тут рассусоливать. King Kong от Питера Джексона. The official game of the movie. Ребята, обязательно на прохождение. Куда улетает. Куда улетает. Куда улетает. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...